Крыши текут, домах сырости, плесень, коммунальные аварии повторяют. Соответственно, лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что на этот раз закрыли глаза коммунальщики. Плесень в придачу. История о том, как в квартире, положенной по закону, жить оказалось опасно. Закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет. Мы уже, разумеется, его сюда не садим. Не прошло и месяца. Жители Барнаульской многоэтажки снова стали жертвами коммунальной аварии. Опять топило полностью все это вниз стекло. Опять решили проблему. Здесь три секция оставили. Плюс в январе и проходившиеся крыши. Барнаульцы спасаются от ливня в квартирах тазиками. Здесь вообще невозможно жить. Вот в декабре 2021 года, летном году, 22 числа было, тут просто подбежала вода. Вообще вот. Плесень может осесть в бронхах и легких и даже стать причиной внутреннего кровотечения и заболеваний почек и печени. Так написано в энциклопедиях. Однако некоторые ответственные лица об этом и не догадываются. Вот посмотрите, видите, все плесень пошла. И что самое интересное, то что вот пятна проходят, то есть это немного погодя, то есть это еще больше упадет, она и дальше будет чернеть эта стена. Плесень на стенах молодая семья Андреевых получила, видимо, бонусом вместе с квартирой, которая полагалась главе семейства как ребенку-сироте. Своего уголка ждали почти 9 лет, а уже через пару недель после новоселья светлые обои заметно потемнели, а стена оказалась мокрой. Закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет, но уже, разумеется, мы его сюда не садим. Вон, посмотрите, получается, он там, на углу, где окно, там, то есть то же самое, плесень, то есть так же проступает. Квартиру Андреевым предоставило региональное жилищное управление, но когда появились проблемы, по словам мужчины, с ними сначала и говорить не хотели. Мол, дареному коню в зубы не смотрят. И не смотрел бы, говорит молодой отец, но на руках ребенок. У нас сейчас сырость дома, да, плесень, вот это все. У нас маленький ребенок, он этим дышит. А это же, в принципе, это и недолго, ну, туберкулез можно подхватить, а это для ребенка-то это вообще, ну, сами понимаете. От сырости, к слову, страдают все жильцы дома. Они заверяют, что здание буквально заражено плесенью. И действительно, в соседней квартире картина примерно такая же. И в той комнате, тоже в спальне, точно так же. Обивание порога жилищного управления закончилось тем, что его сотрудники предложили для начала химическую обработку квартиры от плесени. Однако семье придется на некоторое время переехать в съемное жилье от РЖУ. Каким оно будет, Андреевы признались бояться загадывать. И только в мае организация пообещала исправить проблемы и, возможно, утеплить швы. За эти деньги, которые выделал государство на покупку жилья, они могли бы купить вполне, в принципе, в кирпичном доме, и не в панельном, и не во вторичке, а даже в новом можно было за эти деньги взять. Юристы же в таком случае для начала советуют обратиться к независимому эксперту, специалисту, который зафиксирует дефекты в квартире. Заключение, составленное письменно, ответственным лицам игнорировать будет сложнее. Одним из пунктов в заявлении на имя РЖУ, то есть того субъекта, который представил эту жилплощадь, я бы поставил вопрос о предоставлении альтернативного жилья не на время, а в принципе. Понимаете, о чем я говорю? Не на время ремонта, а в принципе. Если данный многоквартирный дом поражен грибком, имеет некачественные швы, межпанельные, еще что-то, ну представьте тогда, пожалуйста, новое. Однако подобные заявления, по словам Андреевых, в РЖУ сначала не приняли, и когда дело дошло до прокуратуры, организация направила ответный иск, якобы глава семьи препятствует обработке квартиры от плесени. А вопрос о новом жилье был благополучно забыт. Прокуратура Новоалтайска уже взяла это дело под контроль, а мы продолжаем следить за развитием событий. Буквально две программы назад мы рассказывали о том, как в Барнаульской многоэтажке, где живут медики, случился порыв, а люди в ожидании аварийной службы должны были вычерпывать воду руками. Так вот, ситуация повторилась. Месяц назад дождь из кипятка хлынул на лестничном пролете между первым и вторым этажом. Подъезд заволокло туманом. Причина – коммунальная авария. Неожиданно лопнула батарея. Тогда аварийная служба не ехала целый час, рассказывают люди. Как работают аварийные службы? Плохо. Ужасно. Я вообще-то не местный. Я не с России. Я вообще приехал из Казахстана. Сравните. У нас плохо, здесь еще хуже. Здесь стекла, вода где-то, наверное, ну, сейчас, наверное, точно. Даже больше, может быть. Аварийной службы не было. Здесь воды по уровню дверей. То есть вот это все было в воде затоплено. Жильцы опасались, что ситуация может повториться. По их словам, до коммуникаций в доме, которому только пять лет, никому нет дела. И беда не заставила себя долго ждать. В канун Рождества жители снова боролись с потопом, только уже этажом выше. Опять топило полностью все это вниз стекло, получается. Опять решили проблему. Здесь три секция вот оставили у батареи. Вода добралась и до квартир. Намокла проводка, из-за чего жильцы боялись пользоваться электричеством. Отопление на пару дней было отключено. Во втором подъезде еще топило, получается. Потом у нас отключили отопление. Стали стояки, батареи все остывать. У нас всегда остывает с той стороны, получается. Первый, второй, третий. Потом уже наш подъезд, четвертый. Четвертый к тому моменту у нас не остыло. У нас еще были теплые. А те уже замерзали, получается. Причина порылов, как сообщил жильцам сантехник, сгнившие трубы. Однако в управляющей компании заявили, что проблем не видят. Станет ли управляющей компанией возрождение что-либо менять и возрождать дом, пока остается загадкой. А у жителей остается только надежда на лучшее. Январь балуют жители города плюсовой температурой. Вот только рады ей не все. Кому-то зимняя капель пробралась прямо в дома. К примеру, у жителей потока в квартирах потоп. Вот я вчера маленько тут уже подделываю, потому что я каждый год делаю ремонт. Вот все плесенью, вот все покрывается. Вот вчера вот я буквально делали, замазывали. Потому что ждем весны, что будет вот все вот течь. Проблему намокшего потолка в этой комнате ЖУ-6 решила своеобразно. Просто убрали люстру, чтобы не было замыкания. Но сырость проигнорировали. А она здесь такая, что даже камера запотела. Я вот ночью ставлю сюда ведро. Сюда я ничего не сделаю. У меня вот ребенок со мной спит. То, что тут течет по кровати, у меня все сдулось. В коридорах картина еще плачевнее. Вода скатывается по проводам и заливает счетчики. Сейчас жители на этаже, у которых ситуация в комнатах одинаковая, планируют обращаться в прокуратуру с заявлением на ими управляющей компании. Ведь она в прямом смысле пустила все на самотек. А это уже центр города. Дом построен в 30-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия. Правда, до него, кроме жителей, никому нет дела. Здесь вообще невозможно жить. Вот в декабре 21-го года, перед Новым годом, 22-го числа было, тут просто отбежала вода вообще. Некогда уютная спальня превратилась в кладовую. Зимняя копель добралась и до кухни. Обои отходят, паркет испорчен. Делать ремонт в квартире, когда каждый год течет крыша, нет смысла, говорит жительница. Перекрытие деревянное. Концы балок деревянные. Они все сгнили. Они вот мокрые, вот так как поднимаешься на чердак, вот этот вот палец проходит по это вот дерево. Это страшно. То есть вот какая-то балка рухнет и все. К слову, страдают от затопления и другие жители четвертого этажа. Они уже писали коллективную жалобу в жилищный комитет города. Там сообщили, что капитальный ремонт в доме возможен только в 2043 году. Дому на тот момент будет 106 лет. Впрочем, были и разбирательства в суде. Процесс жильцы даже выиграли, но с тех пор крыша как бежала, так и бежит. А женщина планирует снова обращаться в прокуратуру. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи.